И снова привет друзья! Привет всем, кто продолжает играть в Клондайк и встречайте немного необычное видео. Совершенно оно не планировалось, спонтанно все получилось, а все из-за того, что Черная Пятница добралась и до игры Клондайк ВКонтакте. И если у вас периодически появляются вот такие вот сообщения от руководства ВКонтакте, то видимо у вас есть какое-то количество голосов и вы можете их сегодня очень даже выгодно обменять на изумруды. Вот такой обмен я сегодня совершил, 19 голосов набралось очень даже быстро и давайте смотреть, что на 810 изумрудов можно прикупить у торговца, который всего лишь на один день появился у нас на домашней станции. Примерно давайте сначала прикинем, что мы можем сделать, потому что всего 3 лота можно выставить вот к этому торговцу. Жаль, что больше нельзя, оптом было бы все намного дешевле. Ну стараемся сделать скидку 50%. 50, вот так вот, если убираем одну водокачку, получается 40 и вот так 50. То есть практически мы тратим 1000 изумрудов, а на самом деле со скидкой всего 500. Поэтому черной пятницы это всегда интересно, очень выгодно можно изумруды эти поменять. Ну давайте сначала посмотрим, что же у нас здесь происходило. Вот такие сообщения тоже приходят постоянно и сегодняшний день не стал исключением. Черной пятницы, конечно да, 39 голосов это даже лучше, но у меня хватило на 285. К тому же еще и 500 энергии добавили. Так, бонус здесь еще мы получили. Там 1000 за 39, а 500 энергии за 19 голосов. На новой локации как раз хватило на пару больших камней долбануть. Давайте теперь уже конкретно набираем овощные комплексы, пекарни и водокачки. Сейчас мы уже проверим точно сколько может у нас получиться, чтобы не перебирать 50%, потому что больше все равно не дают. То есть по минимуму тратим 505. Вообще вот замечательно получилось количество изумрудов. Купить вот эта волшебная кнопка. Поздравляем с удачной покупкой. Все это отправилось на склад, но здесь разработчики как всегда не могут без подвоха небольшого праздник сделать. Чуть позже объясню, почему я так говорю. Давайте еще один замес, так сказать, сделаем. Совсем немного изумрудов. 306. Ну попробуем как-то подобраться к этому количеству. Отели, усилитель конструкции и рыжий кот. Ну на несколько аккаунтов на самом деле все это закупается. Мне в принципе нужны пару водокачек только если. Очень жаль, что не сделали скидок на крольчатник. Хотел я пару крольчатников еще прикупить и проверить, насколько много можно расплодить ушастых этих зайцев здесь у себя на станции. 298. Вообще прекрасно получается. Со скидкой 35%. Поздравляем, все товары лежат на домашнем складе. И вот он этот подвох от разработчиков. Все эти постройки нельзя подарить друзьям. Ну как подвох. То есть мы их купили, все. Они наши, они не являются подарочными. Хотя почему бы и не сделать их так, чтобы можно было спокойно отправить друзьям. Давайте на всякий случай идем в торг, проверяем, сможем ли мы их через торг отправить за какую-то маленькую сумму своим друзьям. В поиске даже не будем забивать. Просто набираем постройки. И конечно же все эти купленные нами товары появляются. То есть можно спокойно через торг. Главное, чтобы ваш напарник находился в это время в игре и вовремя купил дешево поставленный товар. Заходим в лавку, а там в истории покупок. И смотрим, все наши здесь расходы обозначены. Мы можем точно посчитать за сколько и какой объект мы прикупили. Очень даже здорово получилось. Это вот второй мой аккаунт. На самом деле играем мы несколько человек. И за несколько аккаунтов. Поэтому еще одна, еще один вернее обмен изумрудов. Но на этом аккаунте не особо их много. Недавно совсем меняли. Тем не менее, все-таки какое-то количество изумрудных построек мы здесь тоже сможем приобрести. Ну здесь конечно поменьше. Хотя кое-какие заказы, можно даже так сказать, с этого аккаунта были. Позже мы будем все это дело распределять, кому что. Очень даже интересным делом. Думаю, будем полдня потом заниматься все это еще и строить. 261 у нас получается на 253. Со скидкой 35%. Прекрасно. Очень даже выгодные, я думаю, покупки в эту пятницу, в эту черную пятницу мы совершили. Здесь просто каждый сам для себя определяет. Ну вот смотрите, уже мы в золотом фонтане, ну не в золотом конечно, а в фонтане за изумруды, можем приспокойно делать еду для кроликов из капусты и воды. Вот так прекрасно покормили. Ну позже конечно сделаем больше. Никак руки не доходили купить этот самый фонтан. Пекарни поставим, кондоминимум один тоже поставим. Будем потом думать, кому и что перекидывать. Просто если вы пихаете деньги в игру, ну конечно для вас это черная пятница как бы тоже такой же праздник. Вы поменяли изумруды и набрали себе изумрудных построек. Все довольны, все смеются. Я просто являюсь противником каких-то вложений в игры, поэтому без денег пытаюсь все это дело налаживать. Так что обновление у нас очередное уже идет, работает вовсю. Вся команда Клондайка раскапываем новую локацию, фестиваль кулинарный. Поэтому все на обработку новых площадей в Клондайке. Ну и сам каждый для себя решает, хочет он за деньги прокачивать свой персонаж. Или можно вот так вот голоса получать за какие-то несложные довольно таки задания. И потом вот когда наступает такой день типа сегодняшней черной пятницы, очень даже выгодно все это дело обменять. Ну и вы сами видели в каком количестве на 800 всего лишь изумрудов можно прикупить этих самых изумрудных построек. Выгода налицо, но а как вы будете зарабатывать эти изумруды, это уже каждый решает для себя сам. Вкладывать деньги опять же очень даже проблематично иногда бывает. Например, вы напихали денег в танки, я не знаю, в герои там, «Принцессы», «Винди Кота» или еще в какие-то игры, но ваш аккаунт, например, заблокировали без права восстановления. Обидно? Ну да, обидно будет, конечно. Или, например, угнали аккаунт ВКонтакте, ну или где-то в какой-то еще игре. То есть ситуации бывают разные, и потом приходится очень даже жалеть о том, что необдуманно, может быть, как-то совершались все эти вложения в игры. Просто кормим разработчиков, тем самым опустошая свой кошелек. Ну, может быть, какие-то деньги небольшие кто-то вкладывает. Тем не менее, каждый сам для себя решает, где вот здесь в игре «Клондайк ВКонтакте» набрать какое-то количество изумрудов, чтобы потом выгодно обменять их на изумрудные постройки. Играйте в «Клондайк», добавляйтесь, друзья. Все отправляемся на расчистку новой локации. Удачи всем, ребята, и до новых встреч на канале.